класса в котором он содержится так что здесь ничего проверять так теперь проверим что вот это вот неверно вообще говоря утверждение то есть для правых смежных классов такое утверждение не имеет место и так h умножить на 1 3 все таки е 1 2 умножить на 1 3 и так сначала получим 1 3 транспозицию а когда мы цикл 12 умножим на 1 3 что мы получим давайте посмотрим 1 сначала переходит 3 там остается тройка очевидно переходит двойку получается цикл 13 наконец h на 1 2 3 это будет е 1 2 умножить на 1 2 3 получается 1 2 3 уже видно что они не совпадают да потому что цикл 132 это обратный цикл к 1 2 3 так ну и что здесь получится давать посмотрим по моему здесь 23 получится так давайте просто проверим что единица переходит себя единица переходит двойку а 2 переходит в 1 единица пришла в себя но и видно что 2 переходит 3 а 3 переходит сначала в единице потому что 3 переходим вот мы перемножили вот эти вот классы h13 и h12 они оказались разные то время как вот левые смежные классы порожденные этими же подстановками на самом деле совпадают так вот такое вот замечание так но дальше напомню теорему которая у нас уже была но ввиду ее важности так сказать кстати эта теорема будет входить уже в программу экзамена уже в этом семестре это теорема лагранжи конечно вы ее помните так теорема лагранжи порядок любой подгруппы порядок любой подгруппы конечные группы давайте напишем что группа же является делителем порядка группы является делителем порядка группы ну если мы доказательствами если мы подгруппы обозначим h группе же то нужно доказать что порядок h делит порядок же вот такая вертикальная черта напомню означает что то что написано слева является делителем того что написано справа порядок h делит порядок так доказательствами а доказательствами написал ну давайте рассмотрим например левостороннее разложение группы же по подгруппе h ну здесь я написал множество индексов пробегающих и а понятно что вот этот индексы которые пробегают множество и это множество состоит по взаимно однозначном соответствии с левыми с смежными классами правильно мы берем по ровно по одному представители из левых смежных классов что построить левостороннее разложение по подгруппе h а если что их равномочным так напишем же так мы теперь давайте посмотрим любой левый смежный класс по подгруппе h очевидно содержит одно и то же количество элементов равное порядку аж вот запишем что порядок аж или мощность равна порядку аж когда он понятно почему когда вы например x и умножаете на h1 и x умножаете на h2 обязательно получится разный элемент поэтому если аж содержит вам примеру к элементов то вот такой смежный класс тоже будет содержать калинин потому что x и умноженные на элементы из аж по по прежнему будут попарно различные так тогда вот если посчитать число элементов слева и справа что мы отсюда получим что порядок же будет равен мощности умножить на порядок то есть количество 10 классов в этом дизъюнтном объединение равно мощности числа левых смежных классов а каждый такой класс содержит порядок аж или нет ну и отсюда сразу следует что порядок же я думаю всем очевидно что если группа же конечно то конечно число левых смежных классов тоже будет конечно это будет конечно это у нас конечно так сразу вопрос такой а как вы думаете мог ли я при доказательстве теорема лагранжи использовать правостороннее разложение конечно то же самое было бы только здесь бы у нас было бы соответственно вот доказательство что же делить на порядок аж это будет мощность уже числа правосторонних классов число правосторонних классов по подгруппе аж так хорошо итак теорему лагранжи мы доказали мы давайте сразу запишем такое определение итак опять же же конечная группа тогда мощность же по аж равная мощности же ваш может доказали что не равная мощно называется индексом подгруппы аж группе же итак количество левых или правых смежных классов называется индексом подгруппа же так для индекса есть такое обозначение есть обозначение такие вот так пишут с помощью знака двоеточие который обозначает деление я думаю понятно почему потому что собственно говоря индекс то чему нас равен он равен вот этому отношению индекс равен отношению порядка группы делить на порядок подгруппа вот и поэтому как бы естественно какое обозначение мы сразу упражнение доказать что если опять же конечная группа и как подгруппа ваш подгруппу же то ингресса же пока равен произведению индекса же по аж если понятно мы написали бы дроби это было бы очевидно но вот как бы нужно доказать что если есть подгруппу ложная одна в другую то вот такое вот свойство выполняться так теперь давайте рассмотрим следствие из теоремы лаграм же тоже следствие у нас были в прошлом году на первом курсе давайте опять-таки для полноты картины мы их тоже сейчас вспомним так следствие 1 следствие 1 такое порядок любого элемента давайте напишем а конечной группы же порядок любого элемента конечной группы же является делителем порядка группа я думаю всем понятно что в конечной группе порядок элемента тоже является конечным на секунду предположите что порядок элемента бесконечный значит в группе же будет содержаться бесконечно много степеней элемента конечно мы получим что и группа в этом случае бесконечно и так сразу напишем что орд а меньше бесконечности очевидно давайте рассмотрим циклическую подгруппу порожден элементом а циклическую подгруппу порожден элементом а согласно теореме об элементе конечного порядка мы знаем что порядок этой циклической подгруппе равен орд а то есть порядок циклической подгруппы порожден элементом конечного порядка совпадает с самим порядком этого элемента так но мы уже знаем что потерей на лагранжи что выполняется порядок же делится на порядок любой подгруппы в частности вот этот порядок циклическая подгруппа порожден элементом а ну а это у нас равно орда вот мы доказали что хотели порядок же делится на порядок элемент так следствие 2 следствие 2 если п простое число если п простое число и порядок же равен п с группа простого порядка тоже является циклической то группа же является циклической так давайте вспомним для доказательства какое существует самое маленькое простое число 2 значит понятно что раз порядок же равен п хотя бы один не 0 и отличный от нейтрального элемента не есть удаватель доказательства и так пусть а принадлежит же и они равен и такой элемент обязательно найдется в группе содержащий хотя бы два элемента так но опять таки давайте рассмотрим циклическую подгруппу порожденной элементом а рассмотрим циклическую подгруппу порожденными метров мы знаем что ее порядок является делителем числа п а какие есть делители числа п это единица и п правильно но понятно что здесь порядок этой циклической подгруппы никак не может быть единица потому что она содержит ну хотя бы два элемента может выбрали элемента значит отсюда следует что порядок циклической подгруппы равен и так смотреть у нас есть в группе же порядка п подгруппа которая имеет такой же порядок п значит они совпадают отсюда следует что же совпадает циклическая подгруппа а это означает что группа же является циклической в ней есть такой элемент что группа же состоит из всех степеней этого элемента так следствие 3 для любого простого числа п для любого простого п существует единственная с точностью до изоморфизма конечная группа порядка п итак для любого простого п существует единственная с точностью до изоморфизма конечная группа порядка п доказать так ну давайте покажем следующее если мы возьмем две конечные группы порядка п нужно будет доказать что что они изоморфны если любые две наперед взят наугад взятые группы порядка п изоморфны между собой значит с точностью до изоморфизма такая группа единственно и так пусть порядок же 1 равен порядку же 2 равен к покажем что же один изоморфны но мы только что доказали что если группы имеет порядок п то она является циклической ну а циклическая группа порядка п мы и обозначали цепи значит же один изоморф на цепь я вот такое обозначение поводил до английского слова сайклик что означает циклический так мы с другой стороны же 2 изоморф на цепи но отсюда следует что раз обе эти группы жили уже 2 изоморф на цепи абстрактной циклической группе порядка п значит они изоморфны между собой то что же 1 изоморфны но можно было конечно сослаться на тот факт который мы с вами знаем что вообще говоря любые циклические группы одного и того же порядка изоморфны было у нас такая церемония описание циклической группы с точностью доизоморфизма мы доказываем что любые две циклические группы одного и того же порядка изоморфны между собой так следствие 4 следствие 4 это теорема эйлера и так пусть а целое число натуральное число известно что нод а и n равен 1 числа а и n взаимно просты тогда тогда а в степени фиат н сравнимо с единицей по модуле вот это вот впервые доказал эйлер давайте вспомним что такое фиат н фиат н это функция эйлера как раз функция эйлера вводится следующим образом давайте запишем фиат н по определению это число число чисел вот единицы до и взаимно простых числом и взаимно простых и так количество устраивать чисел на тени cdm взаимно простых сын вот такую функцию ввел эйлер и для нее есть хорошая формула которую вы конечно должны знать потому что у вас был дискретный анализ значит если n мы разложим каноническое разложение запишем то есть произведение простых множителей p1 в степени k1 p2 в степени k2 и так далее ps в степени ks подразумевается что простые множители здесь попарно различны попарно различны да мы говорим что это каноническое разложение числа n тогда фиат н будет равно вот чему это n умножить на 1 минус единицы на p1 1 минус единицы на p2 1 минус 1 минус единицы на p1 идея доказательства этой формула состоит в свойстве мультипликативности функции эллера где статистически напишу это для тех кто заинтересуется например в теории чисел и захочет сам вот вывести например вот эту формулу эллера ну давайте запишем что фиат н умножить на м равно фиат н умножить на фиат н если но вот это свойство называется мультипликативность функции вот сразу скажу что в теории чисел очень большое значение имеют мультипликативные функции помимо функции эллера там есть функция мебиуса и куча других функций дело в том что на самом деле с такими функциями которые определены на множестве натуральных чисел и значение тоже принимают во множестве натуральных чисел можно выполнять операции дифференцирования интегрирования ну конечно не такие как в анализе который мы привыкли есть так называемая числовая производная числовой интеграл вот именно для мультипликтивных функций известно что если например функцию проинтегрировали потом продифференцировали вы получите ту же самую функцию то есть как бы интегрирование дифференцирование числовых функций это взаимно обратной операции насколько я помню это теорема носит название дадекинда лиувиля так но это было отступление значит здесь просто вам нужно знать эту формулу который доказывается на основе мультипликативности а вот это как раз уже факт нетривиальный мультипликативность попробуйте доказать это такой вот хорошая задача так ну вот давайте теперь вернемся к следствию которым мы остановились и так а в степени фиат n сравнимо с единицей по модулю n значит для того чтобы доказать это следствие рассмотрим группу z n со звездочкой так группа z n со звездочкой которая у нас возникала на самом деле уже на первом курсе давайте вспомним из чего она состоит эта группа кто помнит она состоит из классов вычетов по модуле n взаимно простых с n так и вот как раз порядок этой группы понятно что раз взаимно простые значит вот мы приходим к определению функции эллера значит порядок этой группы равен фиатер так но теперь давайте возьмем элемент а тоже о котором вот в формулировке следствия 4 говорится такой что нот а и n равен денется раз нот а и n равен денется значит а принадлежит z n со звездочкой ну точнее класс вычетов порожденный а принадлежит z n со звездочкой хорошо тогда мы можем записать что а в степени орд а будет чему равен ну будет равен очевидно нейтральному элементу этой группы то есть единички так на тебя давайте посмотрим туда если мы вспомним что порядок элемента является делителем порядка группы значит мы можем записать что фиат n это будет орд а умножить на какое-то натуральное число вот я записал что фиат n делится на орд а по предыдущему следствию туда можно записать что а в степени фиат n это будет а в степени орд а умножить на т это будет сравнимо поскольку а в степени орд а сравнимо с единицей это будет сравнимо но только т не тому что с единицей в степени от этого 7 по модулю и так фиат n я разлагаю на множители один из которых орд а и а в степени орд а дает уже единичку все получается единица терема миллер доказано так но еще одно следствие давайте здесь же его напишем следствие 5 следствие 5 это малая теорема фирма так пусть п простое число тогда а в степени п сравнимо с а помогут доказательств так ну давайте сначала применим теорему эйлера считая что у нас число n равно п так пусть н равно п сразу запишем что фиат n равные фиат п если п простой то чему равно фиат п кто скажет п минус 1 конечно потому что если мы рассматриваем натуральные числа от единицы до п там ровно одно число которое не взаимно просто с п это само число п а все числа 12 и так далее до п минус один будет взаимно простыми с п так хорошо и так и от п у нас равно п минус 1 я записывать эту формулу получается а в степени п минус 1 сравнимо с единицей по модулю п при нот а п равен единиц это условие нужно записывать то есть если а и п взаимно простые ну хорошо ладно мы знаем что сравнение можно умножить на любое натуральное число это у нас сравнение записано давайте умножим на число а получится а в степени п сравнимо с а по модулю п опять-таки при нот а п равен единиц но осталось только проверить что если у нас а и п не взаимно простые например а делится на п тогда понятно что а лежит в том же классе вычетов что и 0 а для нуля очевидно это сравнение упадет поставьте свое место 0 тоже получится 0 в степени п сравним основе и так это верно не только вот при этом условии но и без этого условия всегда можно писать что в степени п сравнимо с а по модулю п до любых а принадлежащих в том числе и для нуля так ну вот такие вот следствия все они у нас были на первом курсе но для полноты картины так статья их решил еще раз воспроизвести так но теперь собственно говоря мы перейдем уже к определению нормальной подгруппы заголовочек у нас был лекции запишем определение нормальной подгруппы давайте запишем такое словесное определение пока я пока ничего на доске писать не буду подгруппа h группы же называется нормальной подгруппой подгруппа h группы же называется нормальной подгруппой если левостороннее разложение же плаш совпадает с правосторонним подгруппа h группы же называется нормальной подгруппой если левостороннее разложение же плаш совпадает с правосторонним Итак, левостороннее разложение я еще раз запишу. Дизъюнтное объединение х и h, где пробегает какое-то множество индексов небольшое. Соответственно, правосторонние, давайте напишем, h, y, g, где g пробегает множество индексов g. Но мы знаем, что эти множества равномочны. Так, а как вы думаете, что означает, что левостороннее разложение совпадает с правосторонним? Как это нужно понимать? Кто скажет? Да, смотрите, у нас есть разбиение g на, скажем так, какие-то подмножества. А когда мы говорим, что два разбиения совпадают, это означает, что здесь слева и здесь справа одни и те же подмножества. Давайте запишем. То есть в обоих разбиениях левом и правом одни и те же подмножества. То есть в обоих разбиениях левом и правом одни и те же подмножества. Так, обозначение для нормальной подгруппы. Давайте запишем обозначение. Итак, если h нормальный подгруппу g, то это вот так записывается. h нормальный h. h нормальный h. Так, ну теперь давайте запишем теорему. в скобочках критерий нормальности. Итак, h нормально уже. Тогда и только тогда. Когда для любого х из h выполняется х равно hx. То есть левый смежный класс, порожденный х, совпадает с правым смежным классом, порожденным х. Какой бы мы х из h не взяли. Или это можно равносильно записать так. Вот это условие xh равно hx. Например, если мы домножим слева на х минус 1, то что мы получим? x минус 1 hx равно h. Или, если домножить, например, справа на х минус 1, то получится xh x минус 1 равно h. То есть вот это вот условие, что совпадают левый и правый смежный класс, порожденный х, можно записывать таким образом так же. Так, доказательства. Давайте сначала необходимое. А, необходимое. Возьмем произвольный х, принадлежащий h. Понятно, что мы можем рассмотреть по подгруппе h и левостороннее разложение, и правостороннее разложение. И мы уже знаем, в силу того, что у нас h нормальная подгруппа, что это на самом деле будет разложение на одни и те же, скажем, подмножество. И тот факт, что x принадлежит h, это означает, что найдется и такое, что x принадлежит h, y, j. Правильно, у нас же h является дизъюнтным объединением всех левых классов и всех правых классов. Соответственно, мы можем сказать, что произвольно взятый элемент x, мы взяли произвольный элемент x из h, будет в какой-то попадать левый класс и в какой-то правый класс. Но смотрите, вот эти два класса, это какие-то подмножества ваши, которые содержат один и тот же элемент x. Но так как левостороннее разложение и правостороннее состоят из одних и тех же подмножеств по нормальности подгруппаж, следует, что на самом деле вот эти вот классы у нас совпадают. Давайте запишем, по определению нормальной подгруппы. По определению нормальной подгруппы. Потому что вот этот класс у нас и этот класс не могут различаться в силу того, что они содержат один и тот же элемент x. Так, хорошо, теперь воспользуемся первым свойством в левых смежных классах. Если x принадлежит классу x и h, значит класс, порожденный x, совпадает с классом x и h. Это первое свойство левых смежных классов. Аналогичное свойство справедливо, как вы знаете, и для правых смежных классов. Теперь я пишу, правый смежный класс, порожденный x. Это hx и он будет равен h y. Тоже по первому свойству, но уже правых смежных классов. Но остается только заметить, что здесь в правой части это у нас равенство. Вот мы это уже равенство зафиксировали. Значит и здесь левые части тоже равны. Отсюда получается, что xh равно hx. И необходимость доказана. Так, вопросы здесь есть? Да, пожалуйста. А x в случае не из g, потому что для айтона из аж? Ой, конечно из g, я извиняюсь. Для любого xsg. Правильно, извините. Ой, и здесь тоже нужно для любого xsg. Я извиняюсь. Итак, для любого xsg, конечно, xh. Для элемента из аж, конечно, это очевидно было. Возьмите элементы из подгруппы, умножьте на подгруппы. Это же подгруппа всегда и получится. Конечно, нужно для любого элемента xsg, конечно, утверждать. Так, ну вот, необходимость. По необходимости есть еще вопросы? Так, тогда давайте достаточно с рассмотром b. Достаточно. Итак, пусть для любого x принадлежащего g выполняется xh равно hx. Ну, возьмем левостороннее разложение. Объединение x и х по и принадлежащей множеству x и. Но так как x и h в силу этого условия могу заменить на h и x и, получается, опять-таки, дизъюнтное объединение h и x и. По и принадлежащему множеству x и. Фактически, это у нас левостороннее разложение, это правостороннее. Понятно, что они совпадают. Итак, достаточность тоже доказана. Так, ну, давайте такое следствие. Да, ну, понятно, что вот эти вот равенства легко получаются из того, что мы вывели. xh равно hx просто домножением на x минус 1 слева либо справа. Домножьте на x минус 1. Слева, например, пульс h равно x минус 1 hx. Так, хорошо. Следствие такое. Следствие 1. Итак, если h подгруппа индекса 2, если h такая, что индекс равен 2, то h нормальная подгруппа уже. Итак, всякая подгруппа индекса 2 является нормальной. Доказательства. Так, ну, раз индекс равен 2, то очевидно, что имеется только два класса по подгруппе h. Причем один из этих классов, это сама будет подгруппа h. Так, всем понятно, почему h является одновременно и левым, и правым смежным классом? Кто скажет, почему h подгруппа, это и левый, и правый смежный класс одновременно? Да, можно рассмотреть смежный класс, порожденный e. Если вы e умножите на h, слева будет h, или h умножите на e, тоже получится h. Значит, h, конечно, является одновременно левым и правым смежным классом. Поэтому, если мы записываем, например, левостороннее разложение, то оно у нас должно иметь такой вид. Это будет g, является дизъюнтным объединением h, потому что h это смежный класс, и какой-то еще класс, который можно назвать так, g минус h. У нас же, смотрите, всего только два класса должно быть левых. Вот один левый класс, а это второй, потому что их всего два. Значит, это нужно просто из g вычесть h, и все. Так, точно так же правостороннее разложение. h является правым смежным классом. Да, мы уже говорили, что он, правый смежный класс, порожден, например, e. Ну и давайте опять напишем дизъюнтный объединение с g минусом. Итак, мы видим, что в данном случае, когда у нас индекс подгруппа h равен двойке, левостороннее разложение такое же, как правостороннее. Из-за них и тех же подмножеств состоят и то, и другое. Вывод h нормальная подгруппа. h нормальная подгруппа по определению. Итак, ну еще несколько примеров сейчас приведем. Нормальных подгрупп. Давайте запишем примеры нормальных подгрупп. А, Н нормальная подгруппа в группе СН. Так, кто помнит АН? Что это за группа такая вообще? Да, группа четных подстановок в группе СН. Ну мы с вами знаем, что СН делить на АН индекс равен двойке. Давайте вспомним. Мы с вами доказывали, что всех подстановок степени Н, Н факториал, а четных одинаковы с нечетными. Это будет Н факториал пополам. Поэтому понятно, что индекс подгруппы АН как раз равен двоечке. Ну и следовательно, это нормальная подгруппа. Итак, второй пример. С, Л, Н, Ф. Ф – произвольное поле. Нормальная подгруппа в Ж, Л, Н, Ф. Итак, здесь Ж, Л, Н, Ф – это невырожденные матрицы порядка Н над полем Ф. А здесь, соответственно, матрица с определением единицы. Здесь напишу Д, А равен единице. Тоже легко доказывается. В данном случае по критерию нормальности лучше все доказать. Итак, пусть. Пусть А, например, принадлежит С, Л, Н, Ф. И мы составим произведение. Х-1, А, Х. Я хочу показать, что это произведение тоже принадлежит С, Л, Н, Ф. Я вот так поставлю знак вопроса. Ну, давайте почитаем определитель. Терминант Х-1, А, Х. Это что будет такое? Определитель произведения матрицы равен произведению их определителей. Это будет определитель Х-1 на определитель А и на определитель Х. Напомню, что мы работаем с С, Л, Н, Ф. Значит, у нас все эти определители не нулевые, конечно, числа. Но определитель А у нас равен единице, потому что А мы взяли из С, Л, Н, Ф. Здесь в середине будет единичка. А очевидно, эти определители, они взаимно, так сказать, обратно. На определитель Х-1 это единица на определитель Х. Получается тоже единичка. Итак, мы доказали, что... Что мы доказали? Что если мы Х-1 умножим на С, Л, Н, Ф и умножим на Х, это содержится в С, Л, Н, Ф. Давайте вот запишем такое полезное замечание. Критерий нормальности. Вот у нас записан, да? А, здесь я стер уже. Можно было бы сформулировать и так, что Х-1 H содержится в А для любого Х из Ж. Такое замечание запишите. Вот более слабое условие, что Х-1 H содержится в А. И этого достаточно, чтобы Х был нормальный. Это будет. То есть не обязательно здесь утверждать равенство. Давайте подумаем. А как же обратное отключение доказать, что если у нас, например, вот это условие выполняется для любого Х, то И, Х включается вот в это множество. Ну, давайте заметим, РС, это верно для любого Х из Ж, то можно, в частности, здесь вместо Х подставить Х-1. Так, отсюда следует, что Х, Х, Х-1 тоже содержится в А. А теперь домножим слева на Х-1, а справа домножим на Х. Вот это вот включение я домножаю слева на Х-1, справа на Х. Что получится? Слева получится Х, и оно содержится во множестве Х-1 H-1. Итак, с одной стороны Х-1 H, для любого Х содержится в А. С другой стороны, А содержится в Х-1 H. Значит, отсюда вытекает что? Что А в точности совпадает с Х-1 H. Итак, из этого включения, на самом деле, следует, что они равны. Ну, это, я думаю, интуитивно понятно было и так, потому что, когда вы подмножество возьмете какое-то в группе и умножите слева на Х-1, а справа на Х, то мощность, конечно, при таком отображении не может измениться, потому что ясно, что это отображение взаимно однозначно. Оно сохраняет мощность любого подмножества. Так, ну и давайте отрицательный пример проведем. Итак, у нас... Это, вот смотрите, вот пример у нас был. Я не доказал, что Х-1 SLNF на Х в точности равно равно SLNF. А что я проверил только? Я проверил, что Х-1 SLNF на Х содержится в SLNF. Как бы неравенство, я провел только включение. И вот это замечание как раз покажет, что это, на самом деле, достаточно. Если включение выполняется, то выполняется и равенство. То есть можно вот так в ослабленном виде давать критерии нормальности. Если в Х-1 HX H подгруппа содержится в H, то это означает, что H нормальная подгруппа. Ну, главное, чтобы это было верно для любого Х из Ж. Так, хорошо. Итак, еще один пример. Пример 3. Циклическая подгруппа, порожденная 1, 2, например, в транспозиции. Не является нормальной в С-3. Просьба только не надо говорить ненормальная подгруппа. Как-то слово ненормальный у нас носит отрицательный такой характер в русском языке. Поэтому говорите, не является нормальной. И все вас поймут. Доказательство. Так. Давайте заметим, что в группе С-3 в С-3 любые две транспозиции не коммутируют. Действительно, если вы, например, АВ умножите на ВС, то это будет равно АВС. Цикл длины 3. А если вы ВС умножите на АВ, давайте смотреть, то это будет что у нас? А куда перейдет? А сначала переходит в В, АВ переходит в С. Значит, А переходит в С, С переходит в В, АВ снова переходит в А. Вот я показал. Здесь получается один цикл, а здесь обратный к нему цикл, а не взаимно обратный. Это равно АСВ в минус 1. Итак, транспозиции в группе С-3 не коммутируют. Поэтому, если вы, например, возьмете какую-нибудь любую транспозицию, Сигма, пусть, Сигма не равно Тау, а Тау – это наш цикл транспозиции 1-2. Тогда Сигма умножить на Тау не равно Тау умножить на Сигму. Действительно, здесь у нас будет один элемент какой-либо. Когда вы Сигму умножаете на нейтральный, это будет Сигма, а второй элемент будет Сигма на Тау. А здесь справа, что у нас получается? Тау, Е умножает на Сигму, это будет Сигма, а второй будет Тау умножить на Сигму. Итак, одинаковые или нет вот эти классы? Это левый смежный класс, а это правый смежный класс, порожденный Сигму. Видно, что они различны за счет того, что Сигма Тау не равно Тау Сигму. Итак, в группе С3, как легко видеть, никаких других нормальных подгрупп, нет, кроме тривиальной нормальной подгруппы. я думаю, всем понятно, что Е, единичная подгруппа, это всегда будет нормально в любой группе Ж, Ж, естественно, тоже всегда нормально в Ж, это как бы тривиальные примеры. А единственный нетривиальный пример, кто скажет, в С3, какая нормальная подгруппа, нетривиальная? Смотрите, пример выше называется. А3. А3, вот нормальная подгруппа. А3, нормальная подгруппа в группе С. А3 состоит из чего? С Е, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Вот четные подстановки. Вообще, если взять цикл длины Н, то его знак будет чем уравнен? Минус единица в степени Н-1. Эпсилон от цикла, например, 1, 2 и так далее Н. Это минус единица в степени Н-1. Вот это у нас четная подстановка, потому что ее длина нечетная. Соответственно, вот у нас все четные подстановки из С3. Они, конечно, как мы доказали выше, уже образуют нормальную подгруппу. Вот других нормальных подгрупп здесь очевидно нет. Так, дальше докажем утверждение о том, что пересечение двух нормальных подгрупп само является нормальной подгруппой. Аплодисменты, расплачиваемый подгруппом. Аплодисменты. Сверху. Сверху. Итак, утверждение 2. Пусть H1 и H2 нормальные подгруппы в группе G. Вот так можно через запятую записать. То есть они обе нормальные подгруппы. Тогда H1 пересечённые с H2 нормальные подгруппы в группе G. Пересечение нормальных подгруппы всегда нормальные подгруппы. Доказательства здесь довольно очевидные. Итак, пусть A принадлежит G. Тогда мы имеем, что у нас для любого H1 принадлежащего H1, A-1H1A принадлежит H. Вот я записал критерий нормальность. A элемент из G произвольный, H1 элемент из H1, вот такое произведение, A-1H1A принадлежит H. Точно так же A-1H2A принадлежит H. А теперь давайте возьмём какой-то элемент. Пусть H принадлежит H1 пересечённое с H2. Элемент лежащего пересечения. Опять-таки составляем произведение A-1H1A. Поскольку H лежит в H1, верно вот это вот включение. Значит, это всё принадлежит H1. А поскольку H лежит в H2, верно вот это включение. Значит, всё это принадлежит H2. Значит, лежит в пересечении. Итак, мы видим, что вместе с элементом H, вот такой элемент, A-1H, A тоже принадлежит H. Ну, как мы уже видели, по замечанию, которое было перед этим, отсюда следует, что H1, пресечённое с H2, нормальная подгруппа. Так, дальше такая теорема. Теорема 2. О произведении нормальной подгруппы на подгруппе. Вечтят вот о чём. У нас в группе G, например, есть нормальная подгруппа и просто какая-то подгруппа. Тогда утверждается, что их произведение будет тоже подгруппой в группе G. Итак, пусть H нормальная подгруппа в группе G, K просто подгруппа в группе G. Про K мы ничего не знаем. Тогда H умножить на K подгруппа в группе G. Я ещё раз напомню, что вот такой значок, я пишу как бы меньше либо равно, означает, что то, что слева, является подгруппой того, что справа. Но не надо читать это меньше либо равно, это как раз символ подгруппы. Так, и здесь же давайте запишем, если к тому же если к тому же K это нормальная подгруппа в G, то H умножить на K тоже нормальная подгруппа в G. Итак, в первом случае утверждается, что H умножить на K это просто подгруппа, во втором случае, когда перемножаются две нормальных подгруппы, то произведение тоже нормальная подгруппа. Доказательства. Так, ну давайте воспользуемся критерием подгруппы. Мы знаем, что подмножество в группе является подгруппой, если у нас замкнуто относительно произведения элементов и относительно взятия обратного элемента. Вот проверим, что у нас H умножить на K замкнуто относительно произведения. Я чисто формально просто напишу H умножить на K умножить на H умножить на K. Я утверждаю, что вот эти вот множители можно переставить местами в силу того, что H нормальная подгруппа. Давайте их переставим. Получится H H K K H умножить на H это будет H K умножить на K это будет K Ну, собственно говоря, я и доказал, что если мы HK умножаем на HK получается HK то есть замкнутость этого множества HK относительно произведения. Но единственное, конечно, вот это факт то, что они коммутируют ну, желательно как-то более подробно, что ли, объяснить. Давайте сейчас более подробно распишу почему вот эти вот подмножества коммутируют. Вот так напишем K умножить на H это объединение по элементам K из подгруппы K K умножить на H Действительно, если мы возьмем какой-то элемент K из подгруппы K умножим на H мы как раз будем получать элементы из вот этого множества и обратно каждый элемент из этого множества конечно, в этом объединении содержится. Но у нас здесь K умножить на H можно применить критерий нормальности и записать это объединение как H умножить на K объединение по K пробегающим подгруппу K но вот такое уже значит, здесь критерий нормальности я использую, потому что H нормальная подгруппа у нас уже ну, а вот это уже, конечно снова будет H умножить на K и так я показал, что K умножить на H если H нормальная подгруппа равно H умножить на K любая подгруппа с нормальной коммутирует так, дальше чего еще нужно взятие, замкнулись относительно взятия обратного элемента давайте к H умножить на K запишем обратное множество это будет K минус 1 на H минус 1 ну, K и H подгруппа для подгруппы обратное множество сама это подгруппа получается K умножить на H а дальше можно доказать, что K на H это то же самое, что H на K это H на K вот по доказанному ну, собственно говоря, и все HK в минус 1 равно HK и так замкнулись относительно взятия обратного элемента тоже выполняется итак, первое мы доказали H умножить на K является просто подгруппой в G в силу критерия подгруппы ну и что осталось проверить? осталось проверить, что если K нормальная подгруппа то H умножить на K будет нормальной подгруппой давайте опять же с помощью критерия нормальности это запишем итак, я возьму произвольный элемент A из группы G и составлю произведение A минус 1 HK HK умножить на A я это запишу так A минус 1 H A умножить на A минус 1 K A минус 1 H A чему равно? по критерию нормальность H A минус 1 K K у нас тоже нормальная будет равно K получается H умножить на K итак, мы показали, что A минус 1 H K равно H K значит H K нормальная подгруппа теорема доказана так сколько у нас времени осталось так, немного, но мы еще успеем рассмотреть понятие сопряженности в группе давайте запишем такой заголовочек сопряженность в группе в группе патри 5 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Продолжение следует... Мы сейчас рассмотрим операцию, которая называется сопряжением. Итак, пусть элементы x и a принадлежат g. Введем такое обозначение. Пусть... Я так буду писать а в степени x. А в степени x это x минус 1, а x. И вот такой вот элемент x минус 1, а x или a в степени, как я написал, будем называть элементом сопряженным k с помощью x. Это называется элементом сопряженным k с помощью x. Сразу вот такой вопрос на понимание. А если я напишу такое произведение x, a, x минус 1, такое произведение будет сопряженным k? Сопряженным k с помощью чего? С помощью x минус 1. Давайте на все еще напишем. Это будет элемент сопряженный k с помощью x минус 1. Так, ну сразу же давайте свойства операции сопряжения, я их вынесу в отдельное утверждение. Утверждение 3. В свойствах операции сопряжения. Итак, мы можем рассмотреть операцию, которую элементу а сопоставляет с сопряженной элементу а или а в степени x. Так, первое свойство такое, а в степени x в степени y равно а в степени x и y. Ну, в какой-то степени это объяснение того, почему мы сопряженный элемент обозначали а в степени x. Смотрите, это же похоже на свойства показательной функции, правильно? Когда мы возводим степень, потом еще раз возводим степень, получается как бы произведение показателей. Так, второе, как бы, а в степени x, это а в степени x на b в степени x. Так, и третье свойство такое. Операции. Возведение в минус первую степень, иначе говоря, взятие обратного элемента. и возведение в степень x, то есть вот эта операция сопряжения, коммутирует. Коммутирует. Давайте доказать. Свойства эти, на самом деле, очень простые. В какой-то степени, вот исходя из самого обозначения операции сопряжения, они выглядят естественно. Давайте посмотрим, а в степени x в степени y, это что будет такое? Давайте распишем. А в степени x мы знаем, что это x минус первая, а x. А к нему еще применили, что сопряжение с помощью элемента y, значит здесь еще будет y минус первый умножить на y. Вот такое произведение получается длины 5. Ну понятно, что скобки здесь можно расставить, как нам удобно. получается y минус первая, x минус первая, а x, y. А вот y минус первая, x минус первая, как удобно записать? x, y минус первая. x, y минус первая на а, x, y. Я думаю, всем понятно, что x, y, к нему как раз обратный элемент, это будет y минус первая, x минус первая. Кому это не очевидно, возьмите элемент x, y, умножьте слева на это выражение или справа, и вы получите е, нейтральный элемент. Значит, обратный x, y будет как раз вот этот вот произведение, будет минус первая на x минус первая. Так, ну а это как раз и есть, что? А в степени x, y. Свойства мы доказали. Свойство b. Тоже очень просто. a, b в степени x. По определению это x минус первой, a, b, x. Так, а это мы запишем так. x минус первой, a, x на x минус первой, b, x. Вот вставим такое произведение, x на x минус первой, которое, конечно, ничего не меняет. И так получается слева у нас a в степени x, а справа b в степени x. Так, ну, наконец, то, что вот эти операции коммутируют, это что означает? Что если мы возьмем v, a в минус первой напишем в степени x, то это должно быть равно a в степени x в минус первой. Иначе говоря, утверждается, что вот это вот выражение, стоящее слева, является обратным k в степени x. Вот то, что написано слева, это обратное k в степени x. Давайте это проверим. a в минус первой в степени x умножить на a в степени x. Я сразу напишу, что это должно равняться e. Поставил знак вопроса. Давайте запишем честно. Получается a в минус первой, так как мы берем сопряженный с помощью x, значит, слева будет x минус первой, здесь x умножить на что? На a в степени x. Это не x минус первой, а x. И опять-таки, нашу знак вопроса равно e. Ну, конечно, здесь видно, что нужно перемножать изнутри, как бы. Это у нас сократится. a минус первой и а сократится. x минус первой и x сократится. Действительно, получается e. Это свойство тоже доказано. Так, ну и сразу давайте запишем такое замечание. Можно теперь вот в терминах операций сопряжения записать критерий нормальности. Критерий нормальности в терминах операций сопряжения. Именно он тогда будет звучать так. h нормально в g. Тогда и только тогда, когда до любого элемента a из g и до любого элемента h, принадлежащего h, выполняется h в степени a принадлежит h. Итак, смотрите, мы сопрягаем элемент из h с помощью элемента a. То есть фактически составляется произведение a минус первой h а. Доказываем, что это принадлежит h. Должно выполняться. А мы уже видим, что такая вот принадлежность равносильно тому, если это верно для любого a из g, равносильно тому, что a в минус первой h а равно h. Ну, конечно, это уже в привычном виде критерий нормальность. То есть вот можно вот так в терминах операции сопряжения. Иначе говоря, давайте словами это запишем. Нормальность h равносильно тому... Запишите словами. Нормальность подгруппы h равносильно тому... Может подразумевать, что, конечно, h подгруппа. Это подразумевает. Нормальность подгруппы h равносильно тому, что вместе с каждым своим элементом она содержит и все ему сопряженные. Нормальность подгруппы h равносильно тому, что вместе с каждым своим элементом она содержит и все ему сопряженные. Все ему сопряженные. Итак, второе важное замечание состоит в том, что на самом деле отношение сопряженности является отношением эквивалентности. Давайте запишем. Будем говорить... Будем говорить... Что a сопряжен, да? Если существует x, принадлежащий g, такое, что a в степени x равно b. Будем говорить, что a сопряжен, b, если существует элемент x из g, такой, что a в степени x равно b. Утверждение такое. Отношение сопряженности... Какое там по номеру у нас утверждение? Подскажите. Четвертое, да? Утверждение 4. Отношение сопряженности является отношением эквивалентности на группе. Так, то есть оно рефлексивно, симметрично и транзитивно. Мы покажем, что у нас a... Давайте я уже сразу буду писать, как отношение эквивалентности, вот сопряженность обозначать вот таким значком. Итак, проверим, что a рефлексивно. Что отношение сопряженности, извиняюсь, рефлексивно. Что a эквивалентно a. Действительно, если взять a в степени e, это будет e минус 1, а e это будет равно a. Значит, a сопряжено a. Симметричность. Итак, пусть a сопряжено b. А мы знаем, что это равносильно тому, что a в степени x равно b. Ну, давайте возведем левую и правую часть в степень x минус 1. Возведем в степень x минус 1. Тогда получится a в степени x в степени x минус 1 равно b в степени x минус 1. Здесь по свойствам a можно перемножить. x x минус 1 это будет e. Значит, слева у нас получится просто элемент a. a в степени e это a. Получается, что если у нас a сопряжен b, то в силу того, что есть x минус 1, такой, что b в степени x минус 1 дает a, отсюда следует, что b у нас сопряжен a. А b сопряжен a с помощью как раз обратного элемента x минус 1. Итак, еще раз. a сопряжен b с помощью элемента x. Соответственно, b сопряжен a с помощью x минус 1. Вот мы это доказали. Значит, отношение симметричное. Наконец, транзитивность. Так, пусть a сопряжено b и b сопряжено c. a сопряжено b означает, что существует x такое, что a в степени x равно b. А b сопряжено c означает, что существует y такое, что b в степени y равен c. Давайте вот это равенство a в степени x равно b возведем в степень y. Отсюда следует, что a в степени x y мы возведем в степени y, равно b в степени y. А b в степени y это в точности c. Итак, существует элемент в данном случае x, y такое, что a в степени x, y равно c. Значит, a сопряжено c. Индитивность заказана. Итак, если a сопряжено b, b сопряжено c, то отсюда следует, что a сопряжено c. Так, ну а раз есть у нас отношение эквивалентности на группы, о чем это говорит? Кто скажет? Да, группа разбивается на классы сопряженных элементов. Давайте запишем вывод. Группа разбивается на классы сопряженных элементов. Группа разбивается на классы сопряженных элементов. При этом класс сопряженных элементов, порожденный элементом a, принято обозначать так. Итак, класс сопряженных элементов, порожденный А. Обозначают обычно так, либо пишут А в степени G, подразумевается, что это будет множество видов X-1 АX, где X пробегает G. Понятно, что мы берем все сопряженные к элементу А. Иногда еще обозначают так, это же, C от А. В некоторых, скажем так, учебниках можно встретить такое обозначение, C от А. Как вы будете обозначать, как вам удобно. Так, следующее утверждение, утверждение 5. Утверждение 5. Итак, пусть H подгруппа в G. Тогда H нормальная подгруппа в G. Тогда и только тогда, когда H является дизъюнтным объединением дизъюнтным объединением нескольких классов сопряженных элементов. Итак, подгруппа H является нормальной подгруппой тогда и только тогда, когда она является дизъюнтным объединением нескольких классов сопряженных элементов. Доказательства. Давайте вспомним опять-таки, что H нормальная подгруппа в G равносильно тому, что для любого элемента А, принадлежащего H, и для любого элемента Х, принадлежащего G, выполняется Х минус первой АХ, принадлежит H. То есть элемент из H и сопряженные к ним элементы тоже должны принадлежать H. Ну, а это, конечно, равносильно тому, что А в степени Х принадлежит H. Итак, мы видим опять-таки, что H является нормальной подгруппой тогда и только тогда, когда вместе с каждым элементом А из этой подгруппы все ему сопряженные принадлежат H. Значит, и весь класс сопряженных элементов отсюда следует, что А в степени G тоже будет содержаться в H. Итак, получается, что у нас классы сопряженных элементов в этом случае обязаны принадлежать H целиком вместе с каждым элементом вес класса сопряженности должен лежать в H. А почему возникает дизъюнтное объединение? Почему в этом случае можно записать, что H является дизъюнтным объединением о НИКах в степени G, где И какое-то множество, там, я не знаю, там, N. Как раз дизъюнтное объединение в силу того, что это у нас отношение эквивалентности, сопряжение. Это сопряжение, это отношение эквивалентности. Поэтому получается, что у нас вот эти классы сопряженных элементов либо они совпадают, либо не пересекаются. Запишите. Так как это отношение эквивалентности, то классы сопряженных элементов либо не пересекаются, либо совпадают. Поэтому возникает дизъюнтное объединение. Так. К сожалению, у нас очень мало времени осталось. Давайте, наверное, я закончу на упражнении. Так что вы могли проверить свои силы. Насколько вы поняли, материал, это полезное упражнение. Даже, может, парочку, да. Упражнение 1. Найти классы сопряженных элементов. В группах А, С3, А, Б, С4. Подсказка такая. Как раз нужно пользоваться предыдущим утверждением, что каждый... Ой, не классы. Да, ну да, классы сопряженных элементов. Найти классы сопряженных элементов. Давайте напишем. И все нормальные подгруппы. И все нормальные подгруппы. Как раз, когда вы опишите классы сопряженных элементов, то легко будет описать все нормальные подгруппы. Почему? Потому что каждый раз, когда мы берем подгруппу, которая является нормальной подгруппой, она должна целиком содержать весь класс сопряженных элементов. И полезно при этом еще учитывать тот факт, что, собственно говоря, вы не любые классы можете объединять между собой. Во-первых, должен быть элемент Е. Элемент Е, очевидно, является отдельным классом сопряженных элементов. Он должен входить, конечно, в подгруппу, потому что подгруппа содержит всегда нейтральный элемент. И, кроме того, нужно же помнить еще о теории Мелагранжа, что объединяя эти классы сопряженных элементов, вы должны получить такое подмножество, что его мощность является делителем порядка группы. Иначе не будет выполняться теория Мелагранжа. Так, ну и относительно того, как устроены классы сопряженных элементов в группах вообще СН, подсказка такая, что два, две подстановки из СН сопряжены тогда и только тогда, когда они имеют одинаковые разложения в произведении независимых циклов. Вот это желательно доказать. Запишите, это факт полезный. Две подстановки из СН СИГМА и ТАУ, принадлежащие СН, сопряжены тогда и только тогда, когда СИГМА и ТАУ имеют одинаковое разложение в произведении независимых циклов. Иначе говоря, имеет одинаковый циклический тип. Скажем, если СИГМА имеет вид произведения транспозиции на цикл длиной 3, и ТАУ тоже в произведении транспозиции на цикл длиной 3. Если у них одинаковые длины этих циклов, то считается, что они имеют одинаковый циклический тип. В этом случае они сопряжены на цикле. Так, ну всё, прозвенел звонок. Спасибо за внимание. Спасибо.